здравствуйте дорогие зрители меня зовут Чубатюк Валерий я инженер по электронике команды ZAS GTR сегодня я хочу вам коротко рассказать о нашем проекте это абсолютно кастомный проект никаких готовых решений на момент создания машины не существовало применены стандартные какие-то вещи там типа двигатель электроника то что мы естественно не можем самостоятельно изготовить все остальное концепции автомобиля или если можно сказать философия это авторство нашего пилота Соловченко Сергея я в этом проекте принимаю участие 8 лет я отвечаю за все электронные устройства электрические устройства все что здесь находится на борту от первого предохранителя заканчивая электронным блоком управления или компьютером бортовым который контролирует все системы двигатель коробку передач переключение коробки следит за температурными режимами следит за скоростными режимами контроль тяги осуществляет и так далее и тому подобное знакомьтесь это нас за gtr автомобиль обладает двигателем с потенциалом 4000 лошадиных сил мощность зависит от типа топлива который мы будем здесь применять и собственно от настроек электронных блоков управления такого понятия как вот двигатель 4000 лошадиных сил или там там 3950 лошадиных сил данный момент не существует все зависит от задач на конкретную гонку качество покрытия полотна по которым мы совершаем заезды ну и многих как бы параметров и большого количества этих параметров сейчас я расскажу коротко из чего конкретно состоит наш автомобиль прежде всего внешний вид этот кузов был сделан на этот год с нуля задача была снизить вес по сравнению с прошлым кузовом и немного изменился дизайн здесь использованием нового двигателя в этом году первый раз мы применяем двигатель данный который установлен на машине немного поменяли аэродинамик переди автомобиля нас преследовала проблема очень большого режима передней части автомобиля на финише под кузовом расположен специальный спортивный аккумулятор напряжением 16 вольт машина не оборудована генератором аккумулятор у нас заряжается перед заездами его может хватить на несколько заездов но мы заряжаем его каждый раз когда требуется заезд аккумулятор имеет очень маленький вес собственно то с чем мы всегда боремся вес этого аккумулятора порядка четырех с половиной килограмм всего-навсего обладает большим пусковым током можно заводить двигатель от него но мы стараемся использовать внешне чтобы это кстати и лишний раз не не расходовать энергию бортового аккумулятора дальше автомобиль имеет органы управления рулевое колесо специальные педали управления двигателем педаль газов как привыкли если его называть собственно тормоз минимальное количество приборов пилоту просто некогда их рассматривать основные параметры он видит все остальное контролирует блок управления которые находятся здесь внутри кокфита на задней стенке перед двигателем также применяется специальный рычаг переключения передач переключение передач контролируется электронным блоком и происходит автоматический процессе заезда имеется возможность переключения вручную дальше расположен двигатель рабочий объем двигателя 8850 кубических сантиметров это очень большой объем двигателя двигатель изготовлен специально для драг рейсинга американский двигатель компания gp я извиняюсь если неправильно как бы произношу аббревиатуру двигатель рассчитан на использование турбин автомобиль на финише развивает огромную скорость порядка 300 километров в час требуется хорошая устойчивость для этих целей автомобиль оборудован антикрылом антикрылом может развивать и жимные усилия до тонны зависит тоже от настроек антикрыла от угла атаки ну а теперь давайте посмотрим что у нашего автомобиля внутри собственно вот наш за изнутри или скажем так без внешней оболочки основное что есть у нас внутри это панель управления на которой находится масса переключателей которые отвечают за множество режимов выключатель массы включатель зажигание кнопка стартера питание топливных насосов работу систем контроля тяги или их отключение включения выключении режима прогрева резина и включение выключения системы контроля тяги органы управления позволяют оперативно изменить углы опережения зажигания быстро на какую-то там постоянную величину для определенных режимов, поменять режимы работы системы контроля тяги, сделать ее более чувствительной или более грубой. Много других органов управления. Дальше мы имеем рычаг управления коробкой передач. Рычаг позволяет управлять коробкой так и в ручном режиме, это последовательный рычаг, так и заставить ее работать в автоматическом режиме. Это может происходить параллельно, независимо, скажем так, от положения каких-то переключателей или тумблеров, зависит от того, как мы в данный момент запрограммируем блок управления. Он будет пытаться управлять машиной самостоятельно, вернее коробкой, или не будет. Основной компьютер, бортовой блок управления, о котором мы разговариваем, торговой марки Vipek. Сейчас, по-моему, такие не выпускаются, они идут под другим брендом, все знают их как Link. Если сравнивать его с Link, то это у нас Extreme, по-моему, модель. Они один к одному, друг друга заменяют. Единственное, что, может быть, внутри немножко более старая аппаратная база. Еще есть у нас один очень важный модуль. Это блок контроля температуры выхлопа. Он контролирует температуру выхлопа по каждому цилиндру отдельно, собирает их в один поток данных и передает по коншине бортовой блок управления двигателем. Соответственно, мы эту информацию постоянно видим, мониторим, контролируем. Это для нас очень важно. Здесь также находится блок реле, который отвечает за питание мощных потребителей, топливные насосы, всевозможные соленоиды, которые необходимо приводить в действие. Они потребляют большие токи, поэтому необходимо применять реле для того, чтобы электроника не выходила со строя при больших нагрузках, которыми приходится управлять. Ну и, собственно, можем переходить к двигателю. Как я уже говорил, двигатель имеет рабочий объем 8850 кубических сантиметров. Так как двигатель очень мощный, мы его планируем использовать, наверное, на мощность не более 2000 лошадиных сил. Нам, собственно, условия трасс не позволяют развивать большую мощность. Я думаю, это будет максимально, что мы попробуем с него снимать. На каждый цилиндр установлены по две форсунки, которые подают топливо, суммарная производительность обеих форсунок на один цилиндр, 3300 кубических сантиметров в минуту. Собственно, чтобы прокормить такой мотор, надо подавать очень небольшое количество топлива. Если пересчитывать на привычные нам значения, типа сколько литров на 100 километров, то тут уже можно считать не в литрах, а, можно сказать, в тонах. Он очень много потребляет в мощностном режиме. Собственно, он в нем только эксплуатируется практически. Стоят два мощных топливных насоса, которые обеспечивают питание двигателя. Топливный бак небольшого размера. Большой размер как бы и не нужен. Нам не требуется водить лишнее топливо. Нам этого топлива хватает на заезд и вернуться обратно, если возвращаемся. Иногда мы, скорее всего, чаще всего не возвращаемся. Двигатель у нас быстро перегревается. Он имеет систему охлаждения. Двигатель выфрезерован из стального куска алюминиевого сплава. Головки тоже самые выфрезерованы точно так же. Применен специальный распредвал, который предусматривает турбонадув. Мощные толкатели, мощные пружины. Изготовлены самостоятельно. Выпускные коллекторы, на которых висят наши турбины. Каждая из этих турбин в данный момент может обеспечить 1200 лошадиных сил. Суммарно больше 2000 лошадиных сил. Но, скорее всего, мы их будем использовать не больше, чем на 70-80% мощности. Это когда мы выйдем как бы на максимальные режимы, которые мы планируем. За двигателем у нас установлена коробка передач. Эта коробка довольно-таки распространена. Все ее знают. Она есть разных модификаций под разную мощность. Коробка называется TH400. Трехступенчатая коробка с hydrotransформатором. Коробка оборудована системой Transbrake. Позволяет трогаться с места на старте. При полностью нажитой педали газа мощность двигателя контролирует электроника. Пилоту остается вовремя отпустить специальную кнопку Transbrake и совершить старт в нужное время. Редуктор заднего моста пока мы эксплуатируем от Mustang Shelby GT500. Заменен набор главная пара. Изменено передачное число. Резину применяем тоже, ну, понятно, драговую. Мы экспериментировали с составом. Модель резины позволяет подбирать состав. Ну, если кому-то интересно, D5 у нас состав. Практически самый мягкий состав резины. Дальше мы имеем два тормозных парашюта Simpsons. Парашюты носят имя пилота, который первый применил тему тормозных парашютов. Ну, и, собственно, компания с его именем выпускает эти парашюты. На больших скоростях нам необходимо первоначально гарантированно стабилизировать машину. И после снижения скорости с помощью парашютов тормозных, пилот уже применяет стандартную тормозную систему, так как она, ну, не очень развита у нас. Ну, на таких автомобилях не то, что у нас. Основную скорость мы сбрасываем с помощью парашютов, стабилизируемся и тормозим. Ну, можно сказать, одновременно. Поговорим дальше о двигателе. Может быть, начнем с турбин. Вот, как бы, холодная часть турбины, горячая часть, они закрыты термобинтами. И мы боимся, что они будут нам обжигать оболочку кузова. Поэтому мы их запрятали в термобинты. Фильтра здесь практически отсутствует. От грубых частиц применяется сетка, так как турбина у нас находится за передними колесами далеко. Есть возможность того, что будет забрасывать крупные частицы, так как поток воздуха очень большой, потребляемый объем воздуха. Их может затягивать турбину. Как турбину повреждать, так и изнашивать быстрее двигатель. И, собственно, уменьшить таким образом ресурс дорогостоящих частей двигателя. За турбинами у нас стоит интеркулер водяного принципа охлаждения. Мы его перед каждым заездом заполняем холодной водой. Этого объема воды нам достаточно для совершения заезда. Воду мы не охлаждаем дополнительно. В заезде мы проводим от 8 до 9 секунд. И вода у нас просто не успевает нагреваться. Ну, буквально по телеметрии нашей. Объем воды, который содержится в интеркулере, нагревается где-то порядка на 3 градуса. Относительно той температуры, на которой мы начали заезд. Потом сжатые турбинами и охлажденные интеркулеры воздух поступают через огромнейший дроссель или дроссельную заслонку. Вал впускной коллектор двигателя распределяется через раны или патрубки впускного коллектора, кому как удобно. Поступают через впускные клапана в цилиндры. По пути исследования воздуха стоят, так называемые, blow-off, ну или перепускные клапана, если просто. После того, как, скажем так, закончилась дистанция, пилот отпускает педаль газа, дроссель закрывается на турбине. По инерции продолжает нагнетать воздух еще некоторое время. И чтобы мы не попали в помпаж, не повредили коретчатки компрессора, клапана открывается и стравливает излишнее давление в атмосферу. Evolution и Subaru ездят таким характерным пшиком. Но он у нас тоже происходит, только далеко на финише мы его не слышим. Очень громкий и очень большой. Мотор имеет один нижний распредвал. Он приводится шестерями напрямую от коленвала. На каждый цилиндр у нас установлено по одному впускному клапану и одному выпускному клапану. Двигатель разработан, если не ошибаюсь, на базе двигателя Chevrolet Camaro, который выпускался, по-моему, в конце 60-х годов. Алан Джонсон, ну я так понимаю, является автором, судя по, скажем так, названию на всех комплектующих этого двигателя. И мы знаем о существовании этой компании в Соединенных Штатах Америки. Новый двигатель на рынке в Америке, подготовленный до уровня Stage 4. Как указано на крышке клапанов, обходится, в зависимости от некоторых нюансов по комплектации, порядка 65 тысяч долларов. То есть, очень дорогостоящая деталь. Ресурс поршней, колец, вкладышей, шатунов при использовании на полную мощность рассчитан на количество заездов около 50, не более. В основном пилоты стараются заменить немножко раньше. То есть, двигатель после нескольких десятков заездов разбирается, дефектуется. Необходимые элементы меняются. Там, например, вкладыши, шатуны, поршни, кольца. Зазоры постоянно контролируются после каждой гонки. Мы контролируем зазоры клапанов. Стоят очень мощные пружины, сильно нагруженные рокеры, клапаны, толкатели. Соответственно, мы видим каждый раз изменение зазоров, поэтому мы их постоянно контролируем, постоянно регулируем. Клапаны и крышки устроены таким образом, что они очень легко снимаются, быстро. То есть, доступ к регулировке клапанов не занимает большого количества времени. Собственно, есть у нас еще система зажигания. На каждый цилиндр у нас установлена индивидуальная катушка зажигания. Производитель компания IM. Одна катушка обходится порядка 100 долларов. Катушки имеют очень большую энергию. Гарантированно развивают минимум 40 тысяч вольт. Применяются специальные холодные свечи, калильное число по НЖК, если кто к каким системам привык к калильным чисел, порядка 11. Так как двигатель, еще раз напомню, не имеет системы охлаждения, он немножко у нас нагревается. Также его температуры зависят от применяемого топлива. Мы сейчас применяем не самое оптимальное топливо, касаемо температурных режимов. Поэтому он у нас быстренько греется, мы его бережем. Но работает у нас, наверное, в заезде суммарно где-то порядка, наверное, 150-200 секунд. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел основное сказать об этом двигателе. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Дальше больше. Будет интереснее. Продолжение следует...